Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу сегодня с вами поделиться словами из Писания, которое написано в 15 главе книги Еремии, 19 стих. Написано так. Итак, когда Еремия жаловался на то, что весь мир проклинает его, и почему родила его мать его, что он стал человеком, который спорит и ссорится со всем миром, Бог не освободил его от этих преград и препятствий, но Бог ему сказал. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и ты будешь предстоять пред лицом моим. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Я спрашиваю тебя, мой дорогой друг. Когда мы изучаем книгу Библии, во всех книгах царств мы замечаем одно, что какой-то царь пришел во главу государства, «И он делал то или то перед очами Господа». Так написано всех. Перед очами Господа. Перед глазами Господа. Почему так написано? Почему это так фигурируется там, это слово? Изучая Писание и историческое событие в процессе жизни ицарейского народа, я заметил одно, что цари не отчитывались перед Богом. И как Писание говорит, что в книге «Второзаконие», когда царь воссядет на троп, он должен делать одно. И ни один царь среди израильского народа, в том числе и Давид, этого не сделал. Что они должны были делать? Они должны были переписать, книгу Закона Божия и хранить у себя. Они должны были иметь личную книгу Закона для самого себя. Никто этого не сделал. Даже Давид, который так любил Господа и Его заповеди. Если изучаем книгу Псалмов, конкретно 118 Псалом, там 176 стихов, мы замечаем, как он любил Слово, однако это не сделал. А изучая книгу царя Иосии, мы замечаем, когда он сделал Пасху, написано, что со времен всех судей и всех царей такой Пасху никто не сделал, даже Давид. То есть мы замечаем, что Слово Божие где-то было принадлежено всеми. И вот Писание говорит перед очами Господа. И Еремия – это камертон, это мера измерений, которым Бог любому человеку и мне и тебе говорит, если ты обратишься. То есть мы повернулись спиною к Господу. Нам нужно повернуться лицом к Господу. Тогда не мы сами себе, а Бог восставит нас перед Собою. Что это обозначает? Сам процесс, которым человек начинает предстоять перед Богом. Если мы скажем в Новом Завете, что Иисус пришел, послал Духа Святого, чтобы Дух Святой был и с нами, и в нас, и сегодня, Старозаветный этот процесс не проходит, я скажу нет. Точно этот процесс происходит с нами. Почему? Потому что замечаем, что Бог тогда в книге Петё, в шестой главе, решил уничтожить весь мир. Уничтожить. Птиц небесных, животных, пресмекающихся, всех человеков. Про рыб ничего не написано. И почему? Потому что написано, что не вечно Духу моему быть принаберегаемым сынами человеческими. Сыны человеческие, они находили что-то новое. Новую оценку они давали чему-то, но не Духу Божию. Это обозначает, что Дух Божий оставался в принабережении. А сегодня точно этот процесс происходит, если человек не двигается Духом Божиим. В книге Римлянам 8 главе 14-м психе написано так. «Ибо те суть сыны Божии, которые движутся Духом Божиим, спрашиваю тебя, мой дорогой друг, а кто те, которые не двигаются Духом Божиим? Еще спрашиваю, серьезно? Все верующие христиане сегодня двигаются Духом Божиим? А если не двигаются, каков ответ на это? Итак, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом Моим. Как Бог делает так, чтобы человек предстоял перед Богом? Как переживать присутствие Господа? Как переживать это или иное? Понимаете? Когда человек находится в трудном положении, например, болезнь, любая болезнь подходит к человеку, он ишит любые пути. Любые пути. Ишит докторов, ишит друзей, ишит возможности, копает интернет. Он все ишит, книги и все, лишь бы освободиться от этой болезни. Даже приближается к Богу. Что это такое? Это обозначает, что человек, когда начинает действовать, он в книге псалмов написано «В день скорби зови меня, я избавлю тебя, и ты приславишь меня». Что это обозначает? Что человек, кроме призевать Господа, он ишит любые пути, но не Бога. А Бог хочет, чтобы человек в день скорби звал его, а не искал какого-то другого пути. Итак, в день скорби человек зовет Бога, никаких проблем. Но, а когда у него нету скорби, например, когда он хочет блудить, когда он хочет ворвать, когда он хочет кого-то наказать, или когда он хочет мстить кому-то, чтобы это никто не знал. Что это такое? Что случается? Он ишит ли присутствие Бога? Нет, не ишит. Он ишит одиночество. Он ишит уединение. Он ишит темноту. Он ишит тьму, чтобы никто об этом не знал. Это качество дьявола. Это качество врага душ человеческих. А когда человек хочет быть наяву, когда человек ходит во свете, как Иоанн в первом своем послании говорит, что если мы говорим, что познали его, то должны ходить во свете, как он во свете. Что обозначает во свете ходить? Это не то, что твои ноги сейчас облачные, и сейчас ты спустишься с небес, облако под твоими ногами. Это не так. Или святость капает из твоих рук. Это не так. Это не так. Просто говорится о том, что будь искренен перед Богом, и во все ситуации твоей жизни, приглашай Господа. Приглашай Господа туда, в твоих мышлениях. Приглашай Господа в твои чувства. Приглашай Господа, когда дьявол подходит к тебе, а он подходит постоянно. И он приглашает тебя, дает тебе понять, что ты можешь сделать то или другое. Он напоминает тебе о твоей бывшей жизни. Там определенные ситуации, в которых ты покаялся, оставил. Это давно в твоей жизни нет и не будет. Но он напоминает тебе об этом. Такие-то кадры из каких-то фильмов приходят к тебе даже во время молитвы. И ты во время чтения Писания вдруг замечаешь, что ты читаешь Писание, но мысленно ты где-то в другом месте находишься. И ты ничего не понял, что ты читал. Это все делает твой враг. Твой потенциальный враг, которого зовут Сатана. Он это делает, чтобы отрывать тебя, дабы в этом процессе не участвовал Бог. Но когда ты Бога призываешь, призываешь, чтобы Он с тобой вместе пошел на работу, ты Бога призываешь, чтобы Он с тобой вместе читал Писание, ты призываешь Бога, чтобы Он с тобой вместе переживал эти же чувства, которые приходят к тебе, и без Бога не идешь никуда, ни в отдых, никуда и нигде, с Богом ты голодаешь, с Богом ты насыщаешься, с Богом ты терпишь поражение и с Богом ты побеждаешь, только тогда ты называешься человеком, который ходит во свете. И именно тебя Бог начинает учить, как считаться с Богом. И тогда ты реально начинаешь переживать то, что ты куда идешь, Бог идет с тобой. Я однажды вошел в один магазин, там работает мой друг, хороший человек, я ему сказал, приветствую, дорогой, он сказал, приветствую, я сказал, как твои дела, он сказал, слава Богу, Бог с нами, я ему сказал, как красиво ты ответил, это хорошо, что Бог с нами, а мы с Богом, его лицо изменилось. Если бы Бога не было бы с нами, друзья, мы давно были уничтожены, но здесь важно, чтобы и мы были с Богом, то есть Бог, что хочет, он, что от него зависит, реализует в нашей жизни, а мы хотим то, что хочет Бог. Когда мы начинаем желать то, что хочет Бог, тогда мы призываем Бога в нашу жизнь. Все послания апостольские, все послания, которые есть, и Евангелие, и Библия полностью, стремление духовного Писания, священного Писания только в одном, чтобы человек и Бог, Бог и человек слились воедино и целое, и чтобы человек участвовал в процессе творения Бога Живого, то есть человек становится мини-творцом, ограниченным творцом. На земле с помощью Творца он делает определенные дела, и он участвует в творении Бога Живого, тогда он уже начинает переживать Бога в любой ситуации своей жизни, он начинает осознать, что Дух Святой помогает ему постоянно переживать присутствие Бога, это очень важно, это не говорение на языках, это не чудотворения постоянные, это не исцеление великие постоянные, нет, это не проповеди всенародные, нет, не об этом говорится, это не миссионерство от моря до моря, от земли до другого края земли, нет, не об этом говорится, это простая ежедневная обыденная жизнь, когда человек просто переживает присутствие Бога везде и повсюду, не по какой-то причине, а потому, что это само собой разумеется, он создал человека по своему образу и подобию, вот этот образ и подобие восстанавливается внутри человека по желанию человека, по осознанию человека, вот о чем говорит Павел в третьей главе книги филиппийцам, где говорит, кто из вас совершен, так должен мыслить, так должен мыслить, совершенство приходит в мышлении, впрочем, говорит Писание, до чего вы достигли, должны так мыслить и по тому правилу жить, интересно, значит, мы можем достигнуть до определенного уровня, но так не мыслить и по тому правилу не жить, а Писание нам говорит в послании филиппийцам через апостола Павла, что вот до чего мы доходим, до чего достигаем, мы должны так мыслить и по тому правилу жить, и это помогает нам в том плане, чтобы Бог восстанавливал нас перед собой, чтобы мы стали перед Господом и находились постоянно во святом святых, святой и святых это то место, где приходит Бог, где переживает Бог, где проживает Бог, где остается Бог, везде, а Бог остается в духе человеческом, это место откровения Бога живого, посему когда человек хочет жить с Богом, он должен постоянно находиться в духе, это Бог помогает человеку, человек своими усилиями, своим понятием, своими убеждениями, он этого делать не Это поможет только Дух Спятой этому, если сердце человеческое к этому идет навстречу. Когда человек этого не хочет, но просто молится об этом, Бог это никогда не даст. Итак, предстоять перед Богом. Когда ты начинаешь предстоять перед Богом, значит, ты начинаешь переживать постоянно Божие присутствие в своей жизни. Что делает Господь? И если ты извлечешь драгоценное и ничтожного, и тогда только в твоей жизни замечаешь, что все искушения – это простые искушения, это огненные искушения, это хоть какие искушения. Это есть ничтожное. Но то, что происходит через эти искушения, это есть драгоценное. И ты извлекаешь пользу из этих искушений и испытаний перед Господом. И постоянно выходишь оттуда пользою. И не бойся никогда. Бог однажды меня спросил. Ты боишься меня, что я есть поедающий огонь? Я сказал, да, Господи. Я боюсь тебя, как поедающего огня. Он мне сказал, не бойся меня, как поедающего огня. Я поедающий огонь не для тебя, а для твоих грехов. А для тебя я есть любящий отец. Этот урок я понял в жизни в процессе многих лет. В том, что я понимал, что в любом моем падении я не могу жить без Господа. Я не могу жить. Не могу жить. Я помню молитву одного человека. Он учился в библейском университете. Он молился так. Интересно. Он говорил, Господи, я не достоин Тебе. Я не достоин Твоего благословения. Я не достоин Твоего спасения, Господи Боже. Я достоин того, чтобы меня сжигали вне стана на жертвеннике Твоем. И чтобы этот пепел взяли, высыпали там, где Ты хочешь, Господи Боже. Но когда Ты с неба узыришь на этот пепел, посмотри, Господи Боже, и замечай, что там два глаза смотрят на Тебя и говорят так. Я не достоин Тебя, Господи. Я не достоин Твоего присутствия, Господи. Я не достоин раб, Господи Боже, но без Тебя не могу жить. Ты моя цель. Ты моя цена. Ты смысл моей жизни. Ты мой дух, Господи Боже. Благослови, прошу Тебя. Ради имени Твоего, ради святости Твоей, ради правды и праведности Твоей, которую Ты оказал и указал и показал через Сына Твоего, Иисуса Христа. Помоги мне, Духом Твоим Святым, быть там, где Ты хочешь меня видеть, Господи Боже, лишь бы быть с Тобою. Я не хочу быть великим человеком, Господи Боже, перед Тобою, но я хочу быть одной точкой, одной точкой в Тебе, на Твоей одежде, Господи Боже. И чтобы Ты никогда, никогда не потерял из виду эту точку. И чтобы вместо этой точки другой кто-нибудь не занимал, чтобы я только был там, Господи Боже, прошу Тебя. Интересная молитва. Интересное стремление. Что хочет человек от Господа? Почему человек так стремится к Богу? Не понимает, не осознает человек, что смысл его жизни и его бытия – это есть сам Бог. Сам Бог. Что Он приготовил для нас? Написано. Глаз не видел. Ухо не слышало. И сердце человеческое не пришло. То, что Бог приготовил любящим Его. И Бог приготовил. И слава Господу за то, что Он для нас приготовил. Пускай Бог прославляется. Пускай Имя Божие прославляется во всем этом. И да поможет нам Господь понять это, чтобы нам повернуться лицом к Господу. И через Иисуса Христа Господь восставит нас перед Собою. Мы будем переживать присутствие Духа Святого. И будем двигаться Духом Святым, как истинные дети Бога Живого. Да благословит каждого из нас. Да благословит Тебя Господь, чтобы это понял Дух Твой. Мир Дому Твоему. Аминь.